Друзья, как же радостно, что в современной истории Республики Молдова появляются традиции, которые, может быть, не веками, но, по крайней мере, уже десятилетиями соблюдаются и чтятся. Традиции, касаемые вина. Уже 12-й по счету вернисаж вина пройдет в нашей столице. И по поводу этой темы у нас сегодня в гостях директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин. Доброе утро. А также у нас гостя из Румынии винодел, айнолог госпожа Ларена Диакону Стоян. Мы, конечно, уже каждый раз приблизительно одни и те же вопросы задаем, потому что это же традиционный фестиваль, но, тем не менее, каждый фестиваль приносит какие-то новые нововведения, новшества. Что нового интересного ждет всех посетителей в этом году? В самом начале, в концепт вернисаж вина была поставлена, чтобы мы направили эту деятельность в сторону воспитания нашего потребителя, чтобы мы ознакомили совсем разнообразие качества молдавских вин. А вино всегда идет очень хорошо с нашей гастрономией, и с культурой, и с музыкой. И вернисаж вина всегда, и не исключение 19-й по счету выпуск, он будет посвящен деятельности Евгения Долга, нашего композитора. И вот это мы так и называли, что этот вернисаж будет в ритме вальса, весеннего вальса. То есть дегустация почти 300 вин от 47 производителей, больше на 17 производителей по сравнению с прошлого года. И что очень важно, я обращаюсь ко всем, приглашаю на этот праздник, потому что впервые 10 винзаводов, маленьких предприятий семейных, они делают первый шаг, представляют свои первые вина в свою историю. Поэтому мы должны, потребитель должен быть там. Чтобы они верили в свои силы, потому что бизнес с вином не такой простой бизнес. Требуется очень много инвестиций, требуется очень много знаний. И вот они согласились со своими первыми винами, очень высококачественными винами. Любой может убедиться, посещая данное мероприятие. Значит, во время вернисажа, безусловно, рядом с нашими винами будет очень хорошая гастрономия, маленькие закуски, но очень хорошо подобраны летним винам, белые и розовые вина. Как традиционно уже вернисаж вина 10% от проданных билетов мы направляем на благотворительность. Это тоже та традиция. И в этом году мы покупаем музыкальные инструменты для школы имени Евгения Дога. Значит, будет вручено во время этого мероприятия. Кроме этого, мы будем вручать некоторые, скажем так, награды. Тем, которые делают очень большой вклад в развитие и продвижение вин по разным каналам дистрибьюции, в частности в ресторанном бизнесе. Они будут там. У нас есть одна программа, которая называется «Войн Фрэнди ресторан». Некоторые из них, которые очень много вкладывали, то есть для того, чтобы молдавские вина больше продавались, лучше продавались. В этих местах они будут отмечены там нашими виноградами от национального офиса винограда и вина. Госпожа, я думаю, Ларина Дякановна тоже уже попробовала и успела попробовать не один вид вина, потому что отходят ее обязанности. Домна Дякановна, спит урок. Как вы общаетесь с вином Молдовии? А ведь у вас, по-те, анализы, по-те, вы уже знаете, парерия для вас? Пану, по-те, 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 арестовый год, я не знаю, как у вас, не появилась, не имею в виду, не имею в виду, не является отъют. в большей работе с Молдова. Но в луна августа, в следующий раз, в интернете с программой для УСАИД для Молдова, я получил в деталии и в начале, чтобы я сочетать несколько регионов, чтобы я был включен в технологии. Сегодня я получил и благодарю Официрую Национальной и Виномой, воведу в эту комиссию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое, что вы нашли время Пришли к нам в гости Мерсимуб Я хотел бы еще раз пригласить вас Сегодня в 19.00 Уже сегодня 12-й по счету вернисаж Вина в Республике Молдовы Поэтому не теряйте даром времени Если у вас вечера нет никаких планов Потратьте пару часов и получите удовольствие Ну а прямо сейчас я передаю слово Своей коллеге Нине Смирновой Которая также узнала, как продвигаются дела У нас на кинопоприще Оказывается, у нас готовится к выходу новый фильм Где, кстати, в главных ролях снимался наш коллега Телеведущий Мирча Марко Передаем Нине Слово и узнаем о всех подробностях